Здравствуйте. Такой вопрос. Во время молитвы я иногда задаю вопросы Господу. Я тоже. Да, и слышу ответы. Я тоже. И мне вот интересно... Но это я не слышу, я просто чувствую их. Да, вот мне было интересно... Так всегда бывает. Да? Да. Мне казалось, вдруг это мое воображение... Он все знает. Отвечает. У него нет секретов вообще. Вообще нет секретов, если мы ни к чему не привязаны. Допустим, если я хочу спросить, что будет в этом году с Украиной, допустим. Если я спокойно отношусь ко всему, Бог даст мне ответ. А если я неспокойно отношусь, Он мне скажет то, что я хочу услышать. Вот как это отличить? Я слышу правду или то, что я хочу услышать? Для этого надо Бога ставить выше всего, что здесь происходит. Тогда вы сможете быть предсказателем. Но если вы свое мнение ставите выше, тогда Он среагирует на это и вам даст возможность иметь свое мнение. Человек, который хочет узнать истину, он любит все, что происходит в этом мире. У него нет хорошего и плохого. Он просто хочет знать правду. Означает то, что хочет Господь, а не то, что Он сам хочет. Я вам расскажу один эксперимент, который я проводил. Я решил проверить, святая Матрона святая или нет. К ней целые очереди стоят с утра до вечера. Думаю, мне нужны доказательства. Бог предоставил случай. У меня была серьезная проблема, которую я не мог сам решить даже с помощью молитвы. Я увидел Матрону, у меня было ее изображение. Он подошел к ней и задал ей прямо вопрос. Вот я не знаю, так или так. Я спрашиваю тебя, так? И сказал, как мне не нравится. Она в сердце моем сразу дала ответ. Вот так, точно. И тогда мне было неловко очень, потому что это мне не нравилось. Я тогда спросил еще раз, а может быть вот так, как мне нравилось. И тогда я не такой четкий и ясный ответ услышал, а я почувствовал улыбку, у нее добрую улыбку на ее лице святом. И она, а может быть и так. Дала мне такой ответ. Я к этому времени уже был опытный. И я заставил себя сделать, как она сказала. Я избежал большой беды. Это было чудо для меня, потому что все логично было вот так, как я думал. Но иногда логика не работает. И поэтому мое сердце беспокоилось. Оно не соглашалось с моим решением. Спасибо.